Мне и так уже кажется, что я преисподней смолой торгую. А иногда кажется, что я по райскому саду еду, отпускаю непрекаянным душам провиантную дорогу, как бы мне с остатными детьми найти такое место, где не стреляют. Хоть бы годочек, хоть бы годок пожить там, где не стреляют. На сцене Ивановского драматического театра премьера спектакль «Мамаша Кураж» по мотивам пьесы Бертольда Брехта. По дорогам войны «Мамаша Кураж» колесит на повозке со своими двумя взрослыми сыновьями и немой дочерью Катрин. Война их кормит, она же впоследствии отнимет жизни всех детей героини. Жанр постановки заявлен как роковые странствия в 12 зонгах и 12 картинах. Вся актера в этой постановке поют. Музыка к спектаклю полностью авторская. Ее написал Олег Яшин, композитор из Ульяновска. Где-то арт-рок, где-то смешанные стили, синтезаторные музыки в стиле New Age. Использованы натуральные инструменты, контрабас, флейта, барабан. Потом включение зонгов. Актеры должны петь, как они поют. Тоже нужно было знать, каков уровень их исполнительского мастерства. Брехтовский театр – это особая атмосфера и особая музыка. Эта постановка говорит не о войне, которая дошла до предела и развернулась на нравственном фронте. Семнадцать лет мне было, мой город пал весной. Вполне миролюбиво, противник вёл себя в садро. Обычно сразу ассоциация идёт с музыкальным театром, если много песен. А здесь эти зонги брехтовские. То есть очень момент живого звука, живого голоса, живой эмоции. И всё это в драматическом действии. И всё это происходит здесь и сейчас. Это, конечно, сложно актёрам, которые и поют, и в это время пытаются передать всё, что происходит на сцене, всё, что происходит именно в действии. Это очень сложный, но очень интересный опыт. В «Мамаши Кураж» режиссёр Алексей Ларичев постарался продемонстрировать все технические возможности театра. Актёры всё время в движении, появляются снизу, из-под сцены, падают сверху, перекатываются. Главных действующих лиц постоянно сопровождает пластическая группа. В этом спектакле задействована почти вся труппа театра. 60 гейлеров за этот несчастный цыплёнок! Несчастный цыплёнок? А ну поглядите! Там одно сало! Таких я имею дюжина! За 10 гейлеров на любой угла! На любой угла! Это у вас сало! Когда народ от голода пухнет, вы крысу найдёте, может быть! Может быть! Потому что всем полков за мной крысой гоняются! А я вам каплуна! И всего за тургейлера! Артисты говорят, что «Мамаша Кураж» – спектакль с очень сложной драматургией. Евгений Семёнов в этой постановке повар-фельдмаршал. Он иностранец в этом спектакле, в этой пьесе. Он немец. Приходится, работая над этой ролью, попытался улавливать то на телевидении какие-то передачи, то немецкий акцент. То есть это тоже довольно-таки очень сложно, чтобы это было понятно, и чтобы зрители верили, что он не искусственный акцент. Главную роль в спектакле маркетантки Анны Фирлинг по прозвищу «Кураж» исполняет заслуженная артистка России Светлана Басова. Хотя многие любят актрису за комедийные роли. А этот раз режиссёр попытался раскрыть её глубокий драматический потенциал. Дурюка ты моя! Ты подумай, ты подумай, как бы я вернулась, а у тебя уже нет. Деточка, ты нужна в этот повод. В этом спектакле режиссёр постарался отойти от привычного для этой пьесы оформления. Здесь не используют поворотный круг и нет повозки. Вместо неё художник Дмитрий Аксёнов в уряд «Фремия и золотая маска» создаёт шар. На сцене минимум декораций, а костюмы, несмотря на кажущуюся простоту, очень выразительны. Ничто не отвлекает зрителей от главного – сути происходящего. Елена Белова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.